Посмотрел вокруг, там сидели... Это был утренний спектакль причем. Сидели какие-то японцы, с ними творилось почти то же самое, что со мной. Десять минут для меня действие как будто остановилось. Ну, Василий Итальевич, человек! Что это такое? Это же... Это ничтожнейший микроорганизм в несказуемом ужасе смерти, вцепившийся в глиняный шарик земли! Я не в аппарат свой верю в себя. Я чувствую в себе силы подчинять людей своей воле! Неистовый дикого темперамента, так сказать, и в искусстве, и в позиционировании, и смиряющий гордыню человека. Смирись, гордынь человек! Поскольку он человек умный был, он это понимал. И существовал между этими двумя вещами. У него даже есть такая фраза, что я же не играю для большевиков. То есть, в том смысле, что для широкой публики. Я играю для изгоев, блокадников, алкоголиков и вот всяких таких людей. Нет, эти мне нужны просторы. Тут рвань есть, мусорки и воры. А души здесь в такой цене, что больше по карману мне. Разруха! Голод их питают! Чем к ним соваться за своим уставом, я этим поклонюсь, Дубравом! Он хотел открыть завод по переработке мусора. И в какие-то такие критические минуты, когда ему казалось, что его профессия кончена, и уже совершенно ему неинтересна, он думал о том, как заработать деньги честным путем. И он думал, что для этого лучше бизнеса, чем переработка мусора, не существовало. Я, Петр Гарин, милостью сил меня создавших, с моим мозгом, с моими неизжитыми страстями, от которых порой мне бывает тяжело и страшно, с моей жадностью, беспринципностью, с моей фантазией, которая, возможно, вам кажется безумной. А я верю. Я чувствую в себе силы. Осуществить это. Вот каждый раз, когда я вспоминаю об Олеге Борисове, я думаю, как же это так? Это только у нас в России так могут. Видимо, с одной стороны, думаешь, что да ну. А с другой стороны, может быть, может быть, может быть, талант, по утверждению Бориса Леонидовича Пастернака, единственная новость, которая всегда нова. Но для этого надо и иметь способность удивляться этой новости. Вот этим свойством мы наделены далеко неравномерно. Иногда даже она отсутствует у руководителей театров. Он был не из-за любимцев, даже в силу своей фактуры. Казалось бы, русский, так сказать, лицо из народа, что называется. Однако, вот, понимаете, в нем не было того вот этого открытого обаяния, которое безумно нравится девочкам, с одной стороны, с другой стороны, начальству. Нам народ надо кормить, Алексей Алексеевич. Раньше жили не то, что теперь. Мясо-то в щах редко было. По весне бывало пухли. Жрать совсем нечего, а сады-то все держали. И не в сытости дело, не в сытости, от яблок брюха не вырастет. В радости. Понял? Как тебя? Посмотрите целые периоды работы его, скажем, в театре. В большом драматическом, в Санкт-Петербурге, когда он ничего не делает. Да и здесь, в Москве, к нему были не всегда, я бы так сказал, ласковы и заботливы. Он сыграл дядю Ваню, то есть он сыграл Астрова. И этот спектакль имел огромный успех. МХАТ быстро предал. Не прошло, по-моему, там, трех-четырех лет. И вдруг поездка в Японию. И Олег Николаевич принимает решение, что в Японии будет играть Астрова он сам, А Иннокентий Михайлович Мухтуновский, а им уже под 70 обоим, будет играть когда-то сыгранную у Кончаловского роль дяди Вани. Вот такая вот актерская жизнь. Зачем это надо было? То ли старики чувствовали, что роли уходили, надо было сыграть. То ли хотели в Японию. Ну, они в Японию обывали, так что трудно сказать, что ими руководило. И Олег воспринял это как самое большое предательство. Он об этом пишет в книге. И ушел из театра. Между нами теперь все кончилось. И на глаза мне больше не показывается. И не покажусь. Да вот, к дьяволу, к твоему старому приятелю. И пойду. Это какие дурак, мерзавец, какая противная, подлая рожа. Мне кажется, что все, что нужно, Олег Иванович, он сыграл. Это был его выбор. Он так жил, так шел по этой жизни. Неизвестно, что бы было, если бы он переиграл бы все лучшие роли мирового репертуара. Совсем неизвестно, что бы стало с артистом Борисовым. Хорошие артисты вообще много не играют, мне так кажется. Большие артисты. У них не получится просто. Они же рассказывают о себе. Нельзя же каждый день о себе рассказывать. Теперь мой долг перед тобой, отец, печалиться и плакать, и скорбеть. А долг твой мне, вот этот твой пенец. Корона в пору. У Олега Борисова была репутация актера с трудным характером. Как-то Георгий Александрович Ловстоногов, представляя актерский состав режиссеру, пришедшему в БДТ на постановку, сказал, «Все актеры замечательные. Есть одна трудность. Артист Борисов. С ним вам будет как в аду». Это, конечно, шутка. Но однажды невольным свидетелем сложных отношений Борисовой труппы стал я. Это было в 80-м году в Венгрии. В Будапеште проходили дни советской культуры, и там одновременно оказались два ленинградских театра. БДТ Товстоногова и театр-миниатюр Аркадия Райкина, где я тогда работал. И был вечер в советском посольстве, а по окончании вечера такой импровизированный концерт в гостиной. Сначала выступил Райкин, потом площадку надолго захватили актеры БДТ, читал Басилашвили, что-то играл бесконечно, играл Евгений Лебедев. Две вещи тогда поразили меня. Это реакция Георгия Александровича Товстоногова.